Здравствуйте! В эфире программа 85 минут. За это время я, Анастасия Челокьян, и мои коллеги подведем итоги недели, прошедшей на Дону. Ростовская область одна такая. Одна такая красивая, хлебосольная, спортивная, культурная и родная. Покажем, как регион отмечает 85 лет. И вот о чем еще расскажем в ближайшие полтора часа. Два часа прямого эфира и больше тысячи вопросов от жителей области. В жалкие дни нет воды, не хватает давления. Сейчас идет замена примерно 52 километров водопровода и строится 5 новых насосных станций. Прямая линия с губернатором Василием Голубевым. Наркопрепараты без рецепта. Почему продаете? Рейд по аптекам провели активисты. Взрывное устройство ради хайпа и кражи на миллион. Самые громкие события недели в нашем дайджесте. Ликвидировать свалки. Вся эта техника, которая будет убирать улицы города. И именно города Мариуполь. Министр природных ресурсов России передал Мариуполю полсотни мусоровозов. Лучшие люди земли Донской. Подведем итоги премии. Народное признание. Ворота Кавказа. Порт Пяти морей. И просто лучший город земли. Ростов-на-Дону отмечает день рождения. Визитная карточка города. Как строился Ворошиловский мост. Между опорами при помощи специального клея были закреплены полые железобетонные блоки, внутри которых были натянуты стальные тросы. Расскажем в рубрике 85 интересных фактов. Звонок к отправлению Дан. Здесь почти все так, как на обычной железной дороге, если бы не одно «но». Всю работу здесь выполняют дети. Детская железная дорога открылась после реконструкции. Занимательная физика от молодого учителя. Что напоминает движение груши? Конечно, маятник. Гость нашей студии – полуфиналист российского конкурса «Классная тема». Узнаем, как заинтересовать школьников учебой. 47 миллионов рублей для детсадов Таганрога. А в Ростове и Усть-Донецком районе открылись новые учреждения для дошколят. Не здесь вечерами, но просто. Все лето проводить. Огромное вам спасибо. Новый сквер в Усть-Донецке оценили не только местные жители, но и власти. Кубок по благоустройству перешел в Усть-Донецке и Константиновские районы. Праздник музыки. Фестиваль Юрия Башмета – подарок к юбилею области. Покажем эксклюзивное интервью маэстро нашему телеканалу. Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля прошел в Ростове. Череда побед футбольному клубу «Ростов» не было равных на поле. Подробности в спортивном дайджесте. Праздничный концерт в день города на Театральной площади и вечерний салют отменены. Об этом заявил губернатор Василий Голубев в прямом эфире телеканалов ОТР и Дон-24 и на радио ФМ на Дону. Два часа и более 40 заданных вопросов, еще тысяча обработанных в колл-центре. Такие итоги в цифрах прямой линии губернатора Ростовской области Василия Голубева. Проблемы, волнующие жители, разные. Они касались здравоохранения, благоустройства, парков и скверов, комплексной застройки городов и поселков, газификации и экологии. Подробности в следующем материале. Вещание на два телеканала ОТР и Дон-24. Трансляции в интернете и в официальном сообществе правительства Донского региона. Все для удобства и осведомления большего количества жителей Ростовской области. Они присылали вопросы, начиная с 5 сентября. А во время прямой линии работал колл-центр по приему обращений. Журналисты мониторили и в WhatsApp, куда каждую минуту поступали новые сообщения. Эфир стартует с темы ковида. Люди часто задают вопрос, введем ли мы масочный режим, какие-то другие ограничения. Сразу скажу, что мы сегодня введение ограничительных мер не рассматриваем. Мы весьма осторожны, внимательны к ситуации. Конечно, слушаем Роспотребнадзор. Роспотребнадзор. Тем не менее, рекомендуем соблюдать масочный режим. Отмечу, что на связи во время прямой линии были и 55 общественных приемных. Это из Аксайского района. На столе у них яркий плакат с изображением крана и словами «дайте в воду», чтобы привлечь внимание Василия Голубева. Я обращаюсь к вам от всех жителей станицы Ольгинская. Нас очень беспокоит вопрос водоснабжения в станице. Особенно катастрофическая ситуация в летний период. В жаркие дни нет воды, не хватает давления, порывы на трассе, невозможно искупаться. Вопрос водоснабжения – один из самых горячих. Он волнует жителей не только Аксайского района, но и других территорий. В регионе действует проект «Чистая вода». Его задача – увеличить долю населения с доступом к качественному ресурсу. Если говорить о Аксайском районе, то с 2021 года именно по проекту «Чистая вода» сейчас идет замена примерно 52 километров водопровода и строится 5 новых насосных станций. Глава региона отмечает, что эти работы должны повлиять на качество водоснабжения в районах. Их должны завершить до 2024 года. Еще одна проблема – благоустройство парка «Дружба» в Ростове. Его озвучивают на прямой линии с губернатором второй год. Деревья можно сохранить, но почему-то нас никто не слышит. Прошел год. Пожалуйста, услышьте нас, помогите нам. Объект важный для Ростова-на-Дону. Заниматься приведением его в порядок город должен основательно, отмечает Василий Голубев. Он поручил ответственным по этому вопросу. В ближайшее время аргументированно подтвердится лесообразность и необходимость сруба деревьев и высадки новых. Тема экологии не последняя. Людей волнует газификация, количество врачей в маленьких населенных пунктах, строительство школ и детских садов. По окончании прямой линии губернатор подчеркнул, что в течение этой и следующей недели все поступившие обращения будут внимательно рассмотрены и жители получат ответы. Елена Сарксян, Дон-24, Ростовская область. Коллеги называли ее госпожой пенициллин. Имя микробиолога Зинаиды Ермольевой присвоили Донскому инфекционному центру. Распоряжение об этом в среду подписал губернатор Василий Голубев. Чем Ростовская область обязана советскому ученому? Об этом в нашем сюжете. Всегда спрашивают, почему сестричка называл ее Сталин. Это не легальное начало. Это потому, что когда надо было опробовать эффективность отечественного пенициллина в сравнении с американским, то дабы не было каких-то сбоев и подтасовок, она полетела среди медицинских сестер под флагом медсестры. Никто не знал, что летит академик. Это не отрывок из киносценария о истории жизни Зинаиды Ермольевой. Микробиолог создала первый отечественный препарат пенициллина «Крустазин». В ее копилке и другие важные разработки. В 60-е годы 20-го столетия Зинаидой Виссарионовной был разработан уникальный препарат «Интерферон» для профилактики острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. И в наше время для профилактики COVID-19 используется этот препарат. А за несколько лет до разработки отечественного пенициллина в 1922 году в Ростове произошла вспышка холеры. Чтобы описать клиническую картину, Зинаида Ермольева провела знаменитый опыт самозаражения, который чуть было не закончился летальным исходом. Советский биолог смогла доказать, что источником заражения является водопроводная вода из Дона и Темирняка, и ее надо обеззараживать хлором. Санитарная норма, которую она предложила, используется до сих пор. Благодаря этому опыту ей удалось остановить эпидемию холеры в осажденном Сталинграде, что спасло жизни тысячам бойцов Красной Армии. Память о госпоже Пенициллин на Дону увековечивают. Теперь ее имя носит областной инфекционный центр. То, что мы сделали, Донской инфекционный центр, имеет принципиальное значение для развития всей инфекционной службы всей Ростовской области. И мы имеем современнейшую больницу, которая имеет высокую оценку, в том числе и на федеральном уровне. На федеральном уровне инфекционку оценил министр здравоохранения. Михаил Мурашко особенно отметил систему обеспечения кислородом и энергобезопасность. Выводы он сделал после личного осмотра комплекса вместе с губернатором. Проект выполнен очень грамотно. Он позволяет нам в том числе разделять инфекции разные виды по отделениям. Позволяет госпитализировать пациентов непосредственно с улицы. Это так называемая система мельцеровских боксов. Содержит в том числе в себе и койки интенсивного лечения реанимационные. Глава Минздрава поблагодарил руководство области за быструю реализацию проекта. Донской инфекционный центр строился всего полтора года, при норме для таких объектов больше четырех лет. Инфекционку оснастили оборудованием экспертного класса. Это учреждение не только больницы, но и научный центр, подчеркивает глава региона. Также, по мнению Василия Голубева, необходимо отдавать дань памяти таким людям, как Зинаида Ермольева. Первый шаг сделали еще в минувшем году. Тогда заложили памятный камень возле Ростовского государственного медицинского университета. Сергей Крикоров, Дон-24, Ростов-на-Дону. В некоторых аптеках столицы Дона продолжают торговать сильно действующими лекарствами из-под прилавка. Представители общественной палаты Ростовской области и молодежного парламента провели рейд по аптекам. В четырех из них наркопрепараты отпустили без рецепта. Как ловили на живца, наблюдала наш корреспондент Анастасия Изюменко. Почему продаете без рецепта? Не продавали. Продавали на телевидезапись? У нас есть видеозапись, на которую вы осуществляете продажу. Практически каждый фармацевт в такой ситуации скрывается от камеры и доказывает, что не совершал противозаконные действия. На эти случаи общественники всегда фиксируют все на камеру. От кашля зелененькие сотка. Кодовое слово и таблетки на руках. А после этого уже полицейский составляет протокол и ведет разъяснительную работу с продавцом. Чтобы искоренить незаконную торговлю с сильнодействующими препаратами без рецепта, общественники еженедельно проводят рейды. Результаты есть, постоянно оформляем. Такие аптеки, такие нарушения выносятся, конечно, и при остановлении работы таких сетей, таких аптек. И привлекаются к административной ответственности, к большим штрафам. Поэтому некоторые аптеки закрылись, перестают работать. Поэтому результаты, конечно, считаем, что есть. Но в прошлом году в несколько десятков была приостановлена лицензия до 90 суток и так далее. Только за один день выявлены нарушения торговли в четырех точках. Общественники считают, что не всегда вина лежит на фармацевте. По их словам, руководство аптеки дает указание. Продавать без рецепта можно – это наш заработок. У нас нет уголовного наказания для юридических лиц, только для физических. И пока что можем только в рамках административных штрафов накладывать на такие организации. Поэтому необходимо, думаю, ужесточать как-то законодательство в этой сфере и работать над этим. Задача общественников – обойти все аптеки города и добиться, чтобы фармацевты перестали отпускать опасные лекарства без рецепта врача. Анастасия Изюменко, Роман Беркалеев, ДОН-24, Ростов-на-Дону. О других событиях прошедшей недели расскажем в нашем дайджесте. Хотел хайпа, оказался на допросе. Донские сотрудники ФСБ задержали автора фейка о взрывном устройстве в Новочеркасске. Ранее в соцсетях разошлось постановочное видео об опасной находке. Автор сообщает, что нашел подозрительный предмет на улице Сарматской. Уже после задержания он выступил с опровержением, сообщив, что муляж создан и собран из подручных средств на шиномонтаже, а данное видео, цитируем, было записано, чтобы привлечь внимание, хайпануть. Житель Новочеркасска заявил, что раскаивается в своем поступке. Его общественную опасность он не осознавал. Добавлю, ложное сообщение об акте терроризма попадают под статью 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по ней – лишение свободы на три года. Сотрудники полиции совместно с банком предотвратили очередной факт мошенничества. Как сообщает пресс-служба регионального отделения МВД, злоумышленники представились сотрудниками банка и хотели завладеть суммой около 500 тысяч рублей. По словам потерпевшего, мошенники говорили убедительно и сообщили, что на его имя был оформлен кредит на 500 тысяч рублей. Чтобы спасти деньги, необходимо было перевести эту же сумму на другую карту. Сотрудники банка заметили подозрительные операции, связались с клиентом, предупредили, что он мог стать жертвой мошенничества и порекомендовали деньги никуда не переводить. По словам представителей банка, в будущем будут разрабатываться схемы предотвращения и защиты клиентов в подобных ситуациях. МВД рекомендует в таких случаях не следовать инструкциям мошенников, обращаться в банк напрямую и не передавать свои данные по телефону. Кража на миллион. В дежурную часть отдела полиции номер 5 Ростова-на-Дону обратилась местная жительница. Женщина заявила, что в ее отсутствие кто-то проник в квартиру и похитил дорогие ювелирные украшения. После проведения оперативно-розыскных работ сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, ранее судимого за аналогичное преступление. Ранее он делал ремонт в квартире потерпевшей, а когда хозяйки не было дома, ночью проник в жилище и украл золотые кольца, браслеты, серьги, цепочки и наручные часы. Похищенная продала, деньги потратил на собственные нужды. Ростовчанину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Три новых пожарных части строят в Ростовской области и сдадут уже в ближайшее время. Они появятся в поселениях Усть-Донецкого, Тацинского и Чертковского районов. Ход работ проинспектировал замгубернатора Вадим Артемов. Так, в станице Раздорской депо готово уже на 80%. Оно будет прикрывать 6 населенных пунктов, почти 4,5 тысячи человек и 53 социально значимых объектов. Личный состав части сейчас проходит обучение. А в Ермаковском сельском поселении новая часть будет готова уже 1 ноября. Здесь появятся два больших пожарных автомобиля и один оперативный легковой. Работать будут 11 человек, которые смогут не только тушить огонь, но и помогать при ДТП и работать как спасатели. Только за последние три года в области поставили на боевое дежурство 10 пожарных частей. И еще столько же появится в ближайшие годы. Оценивать стоимость земельного участка, на котором стоит аварийный дом, в момент проведения экспертизы, а не на дату внесения здания в список аварийного жилья, как это происходит сейчас, предложили донские депутаты. Чтобы жители могли как минимум приобрести аналогичную квартиру в этом же районе. Проблему ветхого и аварийного жилья в области обсудили на заседании круглого стола в Донском ЗАГСобрании. Участники выработали список рекомендаций, основная из которых – мониторинг каждого аварийного дома. Чтобы с постановкой на учет сообщать жителям, когда его будут расселять. Механизм взаимодействия всех органов, связанных с аварийным жильем, совершенствуется так. Фонд капитального ремонта области стал проводить собственный мониторинг ветхих зданий. Если износ дома составляет более 70%, он исключается из программы капремонта, и жильцам возвращаются деньги, которые они заплатили в этот фонд. И к другим новостям. В Ростовской области стартовала осенняя посевная кампания. Как сообщает сайт Донленд, уже обработано около 180 тысяч гектаров, или 6% от плана. В целом, донским аграриям под урожай будущего года необходимо засеять почти 3 миллиона гектаров озимых культур. На данный момент к полевым работам приступили почти 20 районов области. Специалисты называют осеннюю посевную кампанию важнейшим периодом для Донского АПК, поскольку основной урожай зерновых в регионе составляют именно озимые культуры. Как отметил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, будут использовать семена отечественной селекции, в основном выращенные на Дону. Каждый год развитию элитного семеноводства оказывается господдержка. В этом году на эти цели будет выделено 360 миллионов рублей. Ну а пока главная задача – закончить все уборочные работы и провести посев в максимально сжатые сроки. Уже собрали около 13 тысяч гектаров поздних зерновых культур и почти 440 тысяч тонн масличных. Продолжается сбор картофеля и овощей. На данный момент убрано более 60%. Из Ростова в Мариуполь. Россия передала партию уборочной техники и контейнеров для вывоза мусора. Ключи от машин вручили на территории музея «Самбекские высоты», откуда машины сразу отправились в Донбасс своим ходом. Эти машины – еще один технический шаг к нормальной жизни на Донбассе. Водители жилищно-коммунальной службы осматривают пополнение городского технопарка. Теперь результаты их работы в смену станут оперативнее и результативнее. Расчистка Мариуполя идет ударными темпами. На самом свале мы вывозим, смотря какой район города, и 5, и 6 входов по 20 тонн, 8, по 20 кубов мусора вывозим, это 4, 5, 6, ну какой район. Деньги на закупку техники для уборки мусора в ДНР выделило российское правительство. С площадки музейного комплекса «Самбекские высоты», Минприроды России и российский экологический оператор отправили в Мариуполь 48 машин для обращения с отходами. Это лишь часть технической помощи. Это мусоровозы, контейнеровозы, легковая техника. Вся эта техника, которая будет убирать улицы города. И именно города Мариуполь, о чем мы договаривались в рамках поездки в ДНР. В общей сложности республика получит 70 спецмашин и более 9 тысяч контейнеров для отходов. Решение проблемы стихийных свалок из-за нехватки техники мариупольцы возлагают на эти машины. Которые просто о сборке этого мусора в нашем городе. Поэтому еще раз большое спасибо жителям города. Я обязательно передам руководству страны, всем тем людям, которые были причастны к этой большой работе. Мероприятие состоялось на территории Ростовской области. Регион, который принимает активное участие в помощи людям, их размещении, поддержке сопредельных территорий. Только за три летних месяца Ростовская область направила жителям ЛДНР более 250 тонн гуманитарных грузов. Валентина Малащицкая, Вячеслав Кравченко, Дон-24, Неклиновский район. Вы смотрите 85 минут. Итоги недели. И вот о чем расскажем дальше. Лучшие люди земли Донской. Подведем итоги премии Народное признание. Ворота Кавказа, порт Пяти морей и просто лучший город земли. Ростов-на-Дону отмечает день рождения. Визитная карточка города. Как строился Ворошиловский мост. Между опорами при помощи специального клея были закреплены полые железобетонные блоки, внутри которых были натянуты стальные тросы. Расскажем в рубрике «85 интересных фактов». Звонок к отправлению Дан. Здесь почти все так, как на обычной железной дороге, если бы не одно «но». Всю работу здесь выполняют дети. Детская железная дорога открылась после реконструкции. Занимательная физика от молодого учителя. Что напоминает движение груши? Конечно, маятник. Гость нашей студии – полуфиналист российского конкурса «Классная тема». Узнаем, как заинтересовать школьников учебой. 47 миллионов рублей для детсадов Таганрога. А в Ростове и Усть-Донецком районе открылись новые учреждения для дошколят. Мы здесь вечерами, мы просто все лето проводим. Огромное вам спасибо. Новый сквер в Усть-Донецке оценили не только местные жители, но и власти. Кубок по благоустройству перешел в Усть-Донецке и Константиновские районы. Праздник музыки. Фестиваль Юрия Башмета – подарок к юбилею области. Покажем эксклюзивное интервью маэстро нашему телеканалу. Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля прошел в Ростове. Череда побед футбольному клубу «Ростов» не было равных на поле. Подробности в спортивном дайджесте. Большой праздник для всех дончан. Наша область отмечает свой юбилей. 85 лет назад ее границы появились на карте. Именно тогда Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую область и Краснодарский край. Нам есть чем гордиться. Донские аграрии каждый год бьют рекорды по собранному урожаю, а промышленное производство восхищает своими масштабами. Имениннику Вольному Дону посвящен наш следующий сюжет. Родина начинается с картинки в букваре. Любовь к своей земле прививается здесь же, за школьной партой. Поэтому губернатор Василий Голубев в День знаний провел урок для юных дончан и рассказал о нашем крае, о его достижениях и, конечно, о людях. Если вы побываете на самом севере, вы побываете там, где Михаил Саншелхов писал свои великие произведения. Если вы побываете в Старо-Черкасске, вспомните историю нашего казачества. Приедете в шахтерские территории и обязательно узнаете, что Ростовская область всегда была очень мощным регионом угольным. Донской край был и остается промышленным гигантом России. Машиностроение, металлургия, аграрная, пищевая отрасль – вот далеко не полный список направлений, где наша область занимает лидирующие места во всей стране. Мы действительно выпускаем самые большие в мире вертолеты. Наша компания «Росверто». Мы выпускаем 70% магистральных электровозов, значит, тяжелых электровозов, которые сегодня ходят по железной дороге. Мы сегодня в Волгодонске на «Атоммаше» выпускаем элементы атомных станций. И практически основная часть атомных станций, которая сегодня строится не только в России, проходит при участии нашего «Атоммаша», крупнейшего-крупнейшего производства. Настоящий «Титан» – производитель аграрной техники Ростовский завод «Россельмаш». 70% хлеба в России убирают при помощи комбайнов завода. Особенная гордость области – донское золото. Это урожай зерновых. Каждый год Дон уверенно бьет все рекорды по стране. Юбилейный 85-й – не исключение. Аграрии собрали уже более 14,5 миллионов тонн зерна. И жатва все еще продолжается. Наш край успешно подхватывает и новые тренды, в том числе в энергетике. Сейчас в регионе 6 ветряных электростанций мощностью более 600 мегаватт. Ростовская область остается энергетически очень развитым регионом. И по зеленой энергетике на сегодня лидер Российской Федерации. Развивается на Дону и здравоохранение. Активно ведется строительство крупнейшего детского хирургического центра, который должен стать настоящим прорывом в медицине. Здесь будут применены технологии самого высокого уровня. Развита и научная база. Так, в Ростовском НИИ микробиологии и паразитологии сейчас производят две вакцины, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Гордость переполняется за то, что эти обе вакцины были разработаны в нашем институте. Мы являемся единственными производителями этих двух вакцин в Российской Федерации. Мы производители полного цикла. То есть мы начинаем с самого получения субстанции и заканчиваем уже выпуском готового препарата. Дон спортивный. Когда на ростовском стадионе начинается футбол, движение в Южной столице останавливается. Кажется, что поддержать любимую команду собирается весь город. Желто-синие давно обосновались в рейтинге сильнейших мастеров мяча страны. Клуб практически всегда состоял в элитной премьер-лиге, а в этом сезоне не проиграл еще ни одного матча. Гонбольный Ростов-Дон – один из самых титулованных клубов страны. Семь раз наши донские красавицы становились чемпионами России. Не исключение и этот год. На счету у желто-черных множество наград не только российского, но и международного уровня. И, конечно же, у наших спортсменов самые преданные болельщики. Мы всегда вместе были, есть и будем. Мы Ростов-Дон. Никто нам не помеха. Пусть какие-то бывают у них победы. Это брызги. А у нас всегда фонтан. Славится наша земля и природными красотами. В Ростовской области больше 80 особо охраняемых территорий. У нас такое громадное количество природных мест. У нас есть удивительные места, которые, как вы понимаете, являются заповедниками. Бескрайние просторы, скалистые горы и ковыльные степи, густые леса и песчаные пустыни, реки, озера и даже море – все это Донской край, неповторимый и удивительный. 55 муниципальных образований, у каждого из которых своя история, своя культура и свои такие особенные люди. Всех нас объединяет любовь к нашей родной земле. Ростовская область! Ростовская область! Владимир Корловский, Александра Дурановская, Дон-24, Ростовская область. Президент Владимир Путин поздравил с 85-летием со дня образования Ростовской области всех жителей региона. Как сообщает сайт Дон-Ленд, в телеграмме, направленной главой государства, отмечен огромный вклад, который вносит наш щедрый и благодатный край в развитие отечественной экономики, сельского хозяйства, науки и культуры. Сегодня в области воплощаются масштабные инициативы в промышленности, социальной сфере и АПК. Наращиваются темпы жилищного строительства, говорится в телеграмме президента. Особенные слова признательности глава государства адресовал донским хлеборобам, которые в 2022 году вновь выходят на рекордный урожай зерновых. Поздравила жителей области и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В телеграмме, адресованной губернатору Василию Голубеву и спикеру ЗАГС Собрания Александру Ищенко, Валентина Ивановна отметила вклад Донского края в становление государства и сохранение культурного наследия. Регион является одним из лидеров внутреннего рынка по производству сельскохозяйственной техники и эксплуатационного оборудования для ядерной энергетики. Уделяется большое внимание модернизации всех отраслей социальной сферы, созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности, добавила Матвиенко. И по поручению президента России Владимира Путина губернатор Василий Голубев вручил лучшим представителям Дона государственные награды и поощрения. Их получили 21 заслуженный житель региона, а 28 земляков были удостоены областных наград. Это сотрудники промышленных и транспортных предприятий области, педагоги, работники культуры. У каждого своя судьба, своя линия жизни, но и у вас она сходится вместе, потому что мы живем и трудимся на Донской земле во имя нашей России. А таких, как вы, наш президент Владимир Владимирович Путин сказал, ваши достижения уже открыли, продолжаете открывать новые горизонты, служат современному развитию России, вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны. Областными наградами и поощрениями глава Донского региона отметил деятелей искусства, руководителей благотворительных и волонтерских организаций и медицины. Хочу сказать, что это не только, естественно, награда только для меня и моя. В этой награде скоплена, наверное, благодарность всему нашему сообществу медицинскому, Донскому, и оценен именно медицинское, первично оценен вклад в здравоохранение первичного звена. Василий Голубев отметил, что Ростовская область – один из наиболее развивающихся регионов России. В этом есть и заслуга его жителей. В день рождения Ростовской области стали известны победители премии «Народное признание». Церемония награждения состоялась в студии областного телеканала «Дон-24». 193 заявки, более 200 тысяч голосов. В номинации «Память» премии удостоилась первая на Дону женщина-комбайнер, герой социалистического труда СССР Нина Переверзева. В апреле этого года ее не стало. Награду вручили дочери. В номинации «Партнерство» победили члены Союза добровольцев Дона. Они оказывают благотворительную и гуманитарную помощь беженцам и вынужденным переселенцам Донбасса. Александр Борщевский, который руководит музеем и изучает архивные документы по истории Сальского района, стал первым в номинации «Призвание». А Наталья Желябина, глава Ростовского лицея, которая является базовым по внедрению и распространению передового педагогического опыта, одержала победу в номинации «Первенство». Многодетная семья из Целинского района получила народное признание в номинации «Поступок». Как отмечают сами победители, достойных жителей Ростовской области очень много, и каждый из них заслуживает народного признания. Заветные статуэтки достались нескольким победителям, но признание у своих земляков получил каждый номинант. Их было 20. Истории этих людей глазами наших корреспондентов в следующем материале. Родители детей называют по имени хирурга, тот, который кисарил ребенка. Каменский район выдвинул Александра Макарова. За 44 года медик помог появиться на свет 30 малышам. И это не основное направление в его работе. Главная специфика – экстренная полостная хирургия. В неделю оперируют больше десятка пациентов. В год это минимум 600 человек. За долгие годы Александр Макаров провел более 20 тысяч операций. Телефонный звонок для хирурга – знак тревоги. В любой момент нужно быть готовым спасти жизнь человека. Скальпель весит 40 грамм. А хирург стоит под твой. Вы понимаете, это не лом, не лопата. Сама операция – это стресс. Для хирурга в первую очередь. Это тяжелая работа. Самое настоящее признание для Александра Павловича – это спасенные жизни. И раз, колени к полу. И два, и три, и четыре. Разворачивая ноги. Пять, колени шесть. На тренировках она строгая, но добрая. Требовательная, но в то же время лояльная и понимающая. Так Дарью Минкевич характеризуют дети. Это претендент из Каменско-Шахтинского, который изучает и продвигает искусство танца уже больше 30 лет. Ее коллектив «Гранд Пасс» создан в 2007 году, а в 2014-м заслужил звание образцового хореографического. На полках десятки наград. Вот особенность нашего коллектива, что мы не ведем отбор детей, слышит музыку, не слышит, гибкий, негибкий. Но вот как бы наша задача, как специалистов, как педагогов, как руководителя, именно развивать данные, которых не хватает ребенку, которые родители хотят у него увидеть. Дарья признается, что в этом зале проводят времени больше, чем дома. И ее трое детей теперь тоже участники коллектива. Самый лучший, да? Почетный гражданин Ремонтненского района. Этим званием по праву может гордиться Виталий Гриценко. Его выдвинули в номинации «Поступок». В родном районе мужчина стал профессиональным спортсменом и добивался первых больших успехов. В ходе вооруженного конфликта в Южной Осетии получил минно-взрывное ранение. Но это не стало помехой любимому делу. Виталий – бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио 2021 года. Был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Среди земляков мужчина снискал настоящее народное признание. А для этого номинанта нет ничего важнее любви и признания, которое дарят собственные дети. Так, а это чья ж невеста у нас? Миша. Да, а он жених. Да, и нет. Невест и женихов у детей Людмилы Анатольевны будет еще много. Подрастают пятеро сыновей и три дочки. Стать приемной мамой решилось в 2012 году, когда в автомобильной аварии потеряла родную дочь и внучку. Переломный момент в жизни обратил внимание семьи на ребят, которые остались без родительской заботы. За 12 лет подарили любовь 11 детям. Трое из них уже построили свои семьи. Мы их выпустили, скажем, с семьи и по совершеннолетию. С сердца их никто не выпускал. Я надеюсь, и они нас точно так же. Мы так же общаемся, мы так же внуков привозят. Все у нас хорошо, благополучно. В семье царят любовь и взаимопонимание. Людмила дает не только заботу, но и все необходимые навыки для жизни. Мы в семье работаем как один механизм. Хорошо получается всем от этого. Нам хорошо, что помощь от деток идет. Деткам хорошо, что они приобретают всевозможные навыки, бытовые навыки. Приемные сыновья и дочери точно знают. Здесь их ждут, любят. Здесь их родной дом. Любовь к детям – профессиональная характеристика Натальи Ивановны Глазковой. Она – учитель физкультуры в 110-й школе города Таганрога. Она наша зажигалочка, она всегда нас подбадривает, мотивирует. Наталья Ивановна – очень крутой мотиватор, который постоянно предлагает различные проекты. Она всегда уважает наши желания, наши потребности. Дети ее обожают. А педагоги признаются, Наталья Ивановна Глазкова своей энергией заряжает не только школьников, но и весь медсостав. Меня педагог говорил, ты должна влюбить в себя детей. Вот влюби в себя, в свой предмет. И тогда вы на одной волне будете с учениками. Вот он просто вот с этим правилом, советом я живу по сей день. Мне очень нравится спорт. Я люблю детей привлекать в разные конкурсы, проекты. Мне очень важно добиваться результата. Педагогический стаж Натальи Ивановны – 32 года. Ее ученики побеждают в спортивных соревнованиях как регионального, так и международного уровня. А в гонке с за народным признанием педагога поддержал весь Приморский город. Краеведа Александра Борщевского в конкурсе поддержали сальчане. В его кабинете свыше пяти тысяч экспонатов. Половина собрана еще его матерью Лидией Ивановной. Я до сих пор помню и поединок Кульковской битвы, с которой она начиналась, и Пересвета Щелубеев, и Чапаева легендарного, и оборудование Севастополя. Увлекательные рассказы произвели сильное впечатление на Александра. Возможно, он стал бы историком. Но, посмотрев в девятом классе, фильмы «Офицеры» и «Ватерлоу» твердо решил – будет военным. Мечту воплотил в жизнь. После 23 лет службы в войсках ПВО вернулся домой. В 99-м году возглавил музей и начал пополнять коллекцию военными трофеями. Я как человек военный, естественно, у меня и тяга оправдана весьма вот именно к военному делу, к истории гражданской войны, отечественной войны. Мечта краеведа – просторное здание для музея. Чтобы в Сальске появился настоящий музей, в отдельном здании, просторный, современный. И чтобы можно было действительно распределить все экспонаты. Это была бы огромная польза, прежде всего, для патриотического, гражданского воспитания нашей молодежи. Еще один краевед в шорт-листе премии – Вячеслав Микинченко из Красного Сулина. Он руководит организацией «Наше наследие» и состоит в Ростовском отделении Союза краеведов России. По инициативе Вячеслава Александровича в городе и районе установлены 12 мемориальных досок героям Великой Отечественной войны и покорителям космоса. Мы открыли очередную мемориальную доску на здании гимназии. Года три назад мы открывали такую же доску мемориальную Виктору Давидянцеву, лауреату государственной премии, который отправлял Юрия Гагарина в полет. А Владимир Николаевич Куликов, сегодняшний наш юбиляр, он герой социалистического труда. Готовил систему управления его предприятия «Коммунар» в Харькове. Вот такие они – номинанты премии. И это лишь несколько историй дончан, которых земляки удостоили настоящего народного признания. Ирина Касарина, Сергей Крикоров, ДУН-24, Ростовская область. День рождения на этой неделе отмечает Донская столица. Сегодня в городе проходят десятки мероприятий. Подробнее расскажем в новостях. С праздником ростовчан поздравил Алексей Лагвиненко в своем телеграм-канале. Сити-менеджер отметил, что за свою историю Ростов-на-Дону сохранил в себе все лучшее. Предпринимательскую жилку от первых купцов, индустриальный потенциал советского периода, а также культуру и традиции всех народов, проживающих в нашем городе. Сегодня Ростов, столица Южного федерального округа, с достоинством противостоит всем вызовам времени. Несмотря на пандемию, международные санкции, экономика города продолжает активно развиваться. Это позволило увеличить бюджет города с 32 до 55 миллиардов рублей, а собственные доходы с 12 до 19 миллиардов рублей. Нас 1 миллион 142 тысячи. И вместе мы делаем город комфортным, безопасным и процветающим. Мы строим город нашей мечты, город, в котором хочется жить. Как растет и развивается город сейчас в специальном репортаже Елены Сарксян. Ворота Кавказа, порт Пяти морей. Сегодня Донская столица отмечает свой 273 день рождения. Ростов преображается ежедневно. Появляется новая инженерная, транспортная и социальная инфраструктура для комфорта жителей Донской столицы. За последние три года в городе введено рекордное количество квадратных метров жилья. Почти 4 миллиона. Южная столица на лидирующих позициях по строительству жилья среди миллионников. В городе реконструируют и строят с нуля образовательные учреждения. За последний год стали три школы на 3594 места. Сейчас возводят учебные заведения в микрорайонах Левенцовский, Платовский, Темирник, Суворовский. Идет проектирование новых общеобразовательных объектов. Еще более полутора тысяч учеников смогут получать знания в самой крупной школе на юге России. Ее строят в микрорайоне Юфу. Сегодняшний день подход к школам совершенно современный подход. Со всеми удобствами, со всей инфраструктурой, со стадионом, баскетбольными площадками, беговыми дорожками, со спортзалом. На 1050 мест актовый зал, на 450 посадочных мест столовая. Для маленьких ростовчан новые детские сады распахнут свои двери в Левенцовке, на Вересаево и в Платовском. Возводятся и новые учреждения здравоохранения. Завершается реконструкция родильного отделения городской больницы номер 7. Уже к концу этого года город получит новый современный роддом. Строится новый современный корпус на 146 коев. 2015 единиц оборудования уже приобретено. И когда он запустится, это будет новое современное здание для жителей нашего города. Рудом готов уже на 84%. Возведен каркас здания, кровля, произведен монтаж газовой котельной, смонтирован фасад. На оснащение родильного отделения в 2022 году направили более 700 миллионов рублей. Ростовские строители не только улучшают существующую инфраструктуру, но и осваивают новые территории. Активно развивается и потенциал территорий старого аэропорта. Здесь появится жилой район с современными объектами и парковыми зонами. Это будет новая городская среда с применением инновационных технологий. Сердце нового Ростова – левобережная часть города. Левобережье является любимым местом отдыха для тысячи ростовчан. Теперь же здесь формируется мощный спортивный кластер. А кроме того, эта территория стала отличным инвестиционным проектом. Благодаря инвесторам здесь появится школьный комплекс, два детских сада, современная поликлиника. Ростов-на-Дону – город прорывных проектов. И инвестиции здесь реализуют комплекс мер для привлечения вложений. Формируют перечень инвестиционных проектов Ростова-на-Дону. На сегодняшний день в него входит 53 инвестпроекта на сумму 280 миллиардов рублей. Южная столица создает условия для запуска импортозамещающих производств. А бизнесмены активно используют эту возможность. Например, в нынешнем году в одном из новых предприятий в западном жилом массиве начали выпускать радиоэлектронику. Сегодня мы с вами стали свидетелями производства материнских плат. Это производство полностью происходит в Российской Федерации. В последующей материнской плате применяется для изготовления мониторов, клавиатуры, мышек. А сельскохозяйственную технику производят в Ростове уже давно. Ростельмаш – один из самых узнаваемых брендов не только на Дону, но и в России, и в мире. Именно с ним связана целая эпоха развития агропромышленности. В наши дни эта техника востребована в десятках стран мира. В этом году предприятию 93 года. Предприятие дает большой толчок молодым людям, которые могут в перспективе иметь карьерный рост. Само предприятие у нас развивающееся, мы ценим стабильность. Мы гордимся, что работаем на нашем предприятии, на Ростельмашу, потому что выпускается сельхозтехника, уборочная, кормо-уборочная, трактора, которая работает на полях нашей Родины. Ростельмаш начал строительство нового тракторного завода. Новая современная техника работает и на улично-дорожной сети города. За первое полугодие 2022 года в Ростове-на-Дону привели в порядок дороги на площади более 300 тысяч квадратных метров, включая проезжие части и тротуары. Один из важнейших восстановленных дорожных объектов для города – путепровод на Малиновского. После масштабной реконструкции новый шестиполосный путепровод связал с западной Скаменкой. Ростов-на-Дону вошел в десятку самых зеленых городов России. В 2022 году бюджетом города на озеленение территории предусмотрено более 172 миллионов рублей. Улицы, парки и скверы Донской столицы украсили более 1 миллиона цветов. Весной было высажено более 7 тысяч деревьев и 7 тысяч кустарников. Лидирует Ростов и в спортивной отрасли. Дети и подростки Донского региона за здоровый дух в здоровом теле. В городе развивается более 30 спортивных направлений. Тяжелое учение, легко в бою, но без тренировок никуда в соревнованиях. Поэтому вынуждены тренироваться, тепло, жарко, неважно, условия какие. Главное – показать результат на соревновании. Донские спортсмены вносили и вносят значительный вклад в спортивную историю Ростова-на-Дону. В 2021-м победителями Олимпийских игр стали 11 ростовчан. Они завоевали 4 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. Спортивная инфраструктура в городе развивается динамично. Модернизируют одно из любимых мест Ростовчан – Грибной канал. Тут обустроили полноценную трассу для занятий маунтинбайком и БМХ. Территория как для соревнований, так и для тренировок. Заниматься могут и профессионалы, и новички. Пространство универсальное, но предназначено для катаний на скейтбордах и велосипедах. А на стадионе «Арсенал» в этом году завершили капитальный ремонт и благоустройство. Заменили покрытие футбольного поля и беговые дорожки. На эти цели было выделено более 59 миллионов рублей. Отремонтировали атлетические площадки и трибуны. Отличный стадион, отличное покрытие. Будет интересно на нем побегать, испытать. Ростов-на-Дону лидирует и в сфере здравоохранения. Медицинскую помощь в городе оказывают с применением высокотехнологичного оборудования. В 2020 году на базе БСМП был открыт сосудистый центр. Мощность – 120 коек круглосуточного пребывания, дневного стационара, реанимации и интенсивной терапии. Операции проводят с применением нового современного оборудования. В 2021 году на базе центра медицинскую помощь получили более 4000 человек. Прооперировали 1800, а за этот год уже вылечили свыше 2000 пациентов. Мы находимся сейчас в операционной, где установлен один из самых последних аппаратов ангиографии. Этот аппарат позволяет нам выполнять операции не только на сердце и коронарных сосудах, но и в принципе на всем организме, где есть сосуды. То есть здесь мы выполняем операции и на маточных артериях, и на артериях головного мозга, на периферии все это, и нижние и верхние конечности, на печени. То есть в принципе везде, где весь спектр услуг, которые мы оказываем медицинских, он выполняется в том числе и на этом аппарате. Операции проводят без разрезов и без наркоза. Пациент находится в сознании и принимает непосредственное участие в процедуре. Реабилитационный период минимальный. А в сфере образования работают квалифицированные педагоги, которые заботятся о своих воспитанниках, вкладывая в них знания абсолютно в разных направлениях. Современная школа – второй дом для детей, в котором сделано все для комфортного пребывания воспитанников. Например, в 115-й школе в микрорайоне Ливенцовском есть медиа-центр, собственная типография, музей, большая библиотека, кабинет робототехники. Питанию школьников отдельное внимание. Тут столовая, рассчитанная на 675 человек, фудкорт и два буфета. В учреждении есть все условия для обучения детей с ОВЗ. Они себя комфортно чувствуют за счет того, что, во-первых, помогают одноклассники, во-вторых, есть тьютеры, и в-третьих, есть доступная среда. Конечно, поэтому свободные коридоры, лифты помогают детям чувствовать себя комфортно. За последние 7 лет в городе улучшились результаты ЕГЭ по техническим и естественно-научным направлениям в среднем на 10 баллов. В 2020-м 56 обучающихся сдали экзамен на 100 баллов. Ростовские школы входят в рейтинг лучших по конкурентоспособности выпускников. Ребята из Донской столицы становятся абитуриентами ведущих вузов России. 8 учебных заведений Ростова вошли в топ-20 школ Южного федерального округа. Для развития талантов ростовских школьников в городе открыты учреждения дополнительного образования. В городских кружках и секциях занимаются более 122 тысяч ребят. Благодаря концертам, которые устраивает наша школа имени Политова Иванова, филармонии вместе с оркестром, я выступала уже 4 раза в нашей филармонии. И благодаря этому меня заметил фонд Спилакова в Москве. И уже как год я езжу на концерты, на фестивали, выступаю в достаточно известных залах. Патриотическое воспитание было и остается одним из приоритетных направлений в образовательном процессе наших школ. Сегодня в рядах юноармии более 5000 учащихся. Современные военно-патриотические и юноармейские программы включают в себя военную, тактическую, спортивную подготовку изучения истории России. За сегодняшними школьниками будущее Донской столицы. Город меняется, растет и хорошеет для того, чтобы новые поколения ростовчан жили в цветущем городе. Доброе утро. Молодец, красавица моя. Эта малышка только появилась на свет и еще не знакома с родным городом, но уже является его маленькой частью. С каждым ребенком заново рождается, обновляется и молодеет сам Ростов. Сегодня ему 273 года и сотни тысяч людей с гордостью могут сказать «Я ростовчанин». Поздравляю наш любимый город с Днем города. Южная столица, самый теплый город, самый радушный и гостеприимный. Желаю оставаться таким же и, наверное, оставаться таким же зеленым. Я живу здесь всю жизнь, то есть я коренная ростовчанка, у меня здесь родители жили, и я, уже слава тебе Господи, довольно долго живу. Я люблю Ростов. Очень приятно видеть, что старые дома приведены в красивый вид, они покрашены, они облагорожены. Город очень зеленый, ухоженный, очень много цветов, что не может не радовать всем. Я поздравляю всех Ростовчанин в Днем города. В принципе, в городе много чего есть, я даже не знаю, чего здесь нельзя найти. Я очень люблю город, я в нем родилась и выросла, и хочу, чтобы наш город только всех радовал и просветал. С Днем города. Ростов-на-Дону. Берег правый, берег левый, а соединяет их он, Ворошиловский мост. Об истории строительства визитной карточки города, месте, где сделано, пожалуй, рекордное количество фотографий, расскажет ведущая нашей рубрики «85 фактов» Марина Орлова. Борошиловский мост – визитная карточка Ростова-на-Дону. Его изображают на открытках и почтовых марках, без него не обходится ни одна фотография гостей города. В общем, достопримечательность. И вот интересный факт. Старый мост был построен по уникальной для своего времени технологии. Старый Борошиловский мост был построен в период с 1961 по 1965 года. На тот момент использовалась передовая технология, а именно не использовались заклепочные соединения болтовые и не использовалась сварка. Между опорами при помощи специального клея были закреплены полые железобетонные блоки, внутри которых были натянуты стальные тросы. Именно на них словно нанизывалась вся конструкция Ворошиловского моста. Это было первое сооружение, которое было построено по такой технологии. И в связи с своей уникальностью это подчеркивало характер города. То есть это было как показателем при въезде в город и выезде из него. В октябре 2007 года при плановом обследовании специалисты обнаружили, что один из стыков разошелся на целых 50 миллиметров. Состояние моста было признано аварийным и началась его реконструкция. Реконструкция подразумевала под собой два технологических этапа. Первый этап это был строительство нового сооружения и перезапуск на него движения транспорта. Второй этап подразумевал под собой разборку существующего мостового сооружения и устройство нового. Торжественная церемония открытия состоялась 23 сентября 2017 года. Первый мост был уникальный тем, что он был как визитная карточка Ростова-на-Дону. То есть его конструкция была похожа на галочку. И поэтому при реконструкции старого моста рассматривались варианты с сохранением текущего образа, чтобы подчеркнуть его индивидуальность. Что и получилось в итоге, потому что рассматривалось 10 вариантов реконструкции. В итоге приняли оставить так же птичку, как и старое сооружение. Еще больше интересных фактов о нашем крае, которые мы подготовили в честь 85-летия Ростовской области, смотрите в следующих выпусках. Продолжаем тему дорог. На этот раз железных. Долгожданное событие для всех ростовчан, в том числе для самых маленьких. Открытие детской железной дороги состоялось в день рождения Ростовской области. Юные машинисты, диспетчеры и проводники долго готовились к этому событию, поэтому рейс прошел успешно. Убедилась в этом наш корреспондент Александра Дурановская. Ну что, ребят, ждем поезда, да? Да! Отлично! Этого поезда ребята и их родители ждали долгих 4 года. В 2018 началась работа по модернизации детской железной дороги, которая включает два этапа. Запуск первого состава завершил самообъемный из них. И вот долгожданный старт. Рельсы, подвижной состав, четкое расписание и ни одного свободного места в вагонах. Здесь почти все так, как на обычной железной дороге, если бы не одно «но». Всю работу здесь выполняют дети. Прежде чем начать управлять поездом, пусть и детским, ребята прошли серьезную подготовку. Три года осваивали теоретическую базу. Работа не прекращалась даже в период пандемии. Перед стартом юные железнодорожники немного волнуются. Исполнится наша главная мечта. Я в первый раз поеду на поезде. Немножечко, конечно, волнительно. Очень хочется уже и поскорее очутиться в нем. В рамках реконструкции была проведена большая работа. Заменили железнодорожное полотно, коммуникации, обустроили пешеходные переходы и переезды. Полностью обновили и подвижной состав. Поезд, конечно, совсем не тот, каким был в далеком сороковом. Сегодня здесь удобные кресла, полочки для багажа, стеклопакеты. В общем, такому интерьеру позавидуют составы с большой железной дороги. Ребят, скажите, как вам поездка? Самое, что лучшее может произойти. Да? Очень. Удобно, комфортно? Да, достаточно удобно, потому что реконструировали полный все вагон и очень супер стало. Коснулись изменения и учебной части. Появились классы с действующими тренажерами и моделями. Среди них макет, демонстрирующий совместную работу железной дороги и порта. Кроме того, создан отдельный кабинет, где ребята могут получить доступ ко всем электронным библиотекам страны. Однако и на этом преображения не заканчиваются. Работы будут продолжаться еще в следующем году. У нас есть объекты, так скажем, хозяйственных нужд для деятельности железной дороги. Это депо локомотивное, в котором работы будут продолжены как осенью, зимой, так еще и в следующем году. Кстати, Ростовская детская железная дорога – одна из самых крупных в стране. Ее протяженность более трех километров, а время поездки по полному маршруту составляет 24 минуты. Александра Дурановская, Алексей Покатило, Дон-24, Ростов-на-Дону. Современным детям, безусловно, повезло. Творческий подход в обучении только приветствуется, а направлений для развития все больше. «Учителя не отстают». И сегодня у нас в гостях Кира Борисовна Бадя, учитель физики и математики из Таганрога, полуфиналист шоу «Классная тема» на одном из федеральных каналов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немного о конкурсе поговорим. Насколько я знаю, там целая серия испытаний была. Как вы вообще попали туда и что это за испытания? Ну, на самом деле, в начале конкурса нужно было заполнить анкету и ответить на вопросы в формате ЕГЭ. После этого нужно было снять видеовизитку, какие методы, какие эффективные способы вовлечения детей на свой урок ты используешь. Ну и, соответственно, до трех минут. Соответственно, я сделала, прошла в полуфинал. Мне позвонили, говорят, вы прошли, приезжайте к нам в Москву. И далее, как вы видели ролик, наверное, видели, да, мой шестиминутный такой мини-урок. Вот. В общем, все. Теперь ждем финал. Вопросы в формате ЕГЭ по вашему предмету были на знаниях? Конечно, да. Я указывала, что я именно учитель физики. И там уже конкретно по моему профилю были соответствующие вопросы. То есть это все было заочно? Вот этот этап вы не ездили никуда? Нет, нет. Это был дистанционный формат, да, такой онлайн. Мы решали вопросы в формате ЕГЭ, говорю. Следующий этап вот ровно через неделю, 24 сентября, вас в Москве уже ждут, правильно, на финале? А, нет, рассказываю. У нас будет 24 числа голосование на платформе ВКонтакте. Из 35 полуфиналистов выберут всего лишь 7 финалистов. И эти 7 финалистов пройдут далее, где покажут видеоролики на «Россия-1» на федеральном канале, покажут свои открытые уроки. А потом уже будет один участник, это будет финалист всего проекта, который будет иметь, собственно, телешоу данной классной темы. А вот это голосование, за что голосуют? Ролики смотрят? Да, вот смотрят наши ролики, которые мы снимали в Москве, 6-минутные мини-уроки, и голосуют за понравившегося учителя. Открытый урок, это прям будет вот... Прям открытый, да, прямой эфир. Мы сможем это увидеть? Я думаю, да. А детей вы знаете, которые будут у вас смотреть? Нет, конечно. Ну, я надеюсь, что я пройду в финал, а если я пройду, тогда вы увидите этот ролик. Но если не пройду, то, к сожалению... А классы какие сажают? Пока еще неизвестно. Ну, физика с седьмого, поэтому какой дадут? Вот математика, все-таки вы учитель математики и физики. И математики и физики, да. Вот этот предмет сдают все абсолютно? Да. И воспринимают уже, наверное, больше как обязаловку, что ли? Вот поделитесь секретом, как вы притягиваете внимание детей, чтобы было интересно. Ну, начнем с того, что, наверное, математику нужно... Да, наверное, каждый урок, я так скажу, нужно менять способ восприятия информации. Знаете, психологи выделяют анализаторы, да, различные. Зрительный, вкусовой... Ну, вкусовой на математике сложновато, наверное. На физике можно, наверное. Да, на физике, наверное, можно. Вот. Ну, зрительный, вкусовой, обонятельный и так далее. И что значит? Нужно менять по ходу урока восприятие информации. То есть, если мы прочитали тексты, зрительную информацию, да, с вами усвоили, далее мы разговариваем, используем звуковую информацию, просмотрим видеофрагмент. То есть, я всегда меняю способ восприятия информации с детьми. Потому что, если мы будем работать только с учебником или только с доской, конечно, детям это будет скучно, неинтересно. Поэтому нужно менять, как минимум, данные, ну, методы и приемы на уроке. Еще я в свою деятельность урочную вношу интерактив. Потому что дети сейчас, ну, вы знаете, в основном всегда в телефонах, им очень хочется такого же интерактива и на уроках. Поэтому я, как молодой учитель, наверное, понимаю это и стараюсь быть с ними на одной волне. И поэтому вношу тоже в свой урок вот этот некий интерактив, чтобы был эффект вау. Ну, просто можно в актуализации знаний, да, урока, либо в рефлексии выбрать такой пример. А я очень часто использую различные сервисы, их бесчисленное множество, конечно. И вот для того, чтобы актуализировать знания, например, сервис Пликерс я показывала на открытом уроке, который мне снимали, вот тоже, как быстро и эффективно детей проверить, знают ли они, ну, по данным вопросу, что-либо, либо нет. Ну, срез такой. Да, срез, то есть сразу быстро я вижу на доске своей интерактивной, да, кто знает, у меня сразу по фамилиям, кто знает, кто не знает. Я сразу вижу, так, этому ребенку нужно чуть-чуть больше уделить внимания и с ним еще проработать данную информацию. Вот, а с другими ребятами я вижу, например, что усвоили информацию, значит, идем дальше и так далее. То есть я вот с детьми, конечно, интерактив использую на своих уроках, чтобы это было как эффект вау. Последний вопрос, вот кратенько. Как вообще современные дети к школе-то относятся? Ой, современные дети, ну, мы уже сказали, наверное, что современные дети более такие визуалы, да, и мне как учителю 24-летнему, конечно, я, ну, близка к ним, так сказать, потому что я недавно только закончила сама школу и как бы могу сравнить нас. Но разница, конечно, у нас есть в том, что ребята уже привыкли использовать различную технику и различные гаджеты всегда в повседневной жизни, и для них выход в интернет – это как у нас было пойти в библиотеку за энциклопедией. И поэтому у них вот страдает вот это вот критическое мышление, о котором всегда все говорят, да, мало чего они могут самостоятельно сказать и мало могут выразить своих собственных мыслей. Поэтому вы упоминали разговоры о важном, вот как раз ввели данную внеурочную деятельность, и мы вот с ребятами на разговорах о важном учимся как раз-таки размышлять, спорить, устраиваем дебаты, такие батлы, и я без проблем выслушиваю каждую точку зрения ребенка и не говорю, что это неправильно, а это правильно. То есть это его личное мнение. Тем самым мы развиваем критическое мышление, которое, к сожалению, у нынешних школьников так не хватает. Кира Борисовна, Дон-24, телеканал ВЕСЬ желает вам удачи, мы будем за вас болеть. И передавайте своим детям, что им очень с вами повезло. Спасибо большое. Мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня была Кира Бадя, учитель физики и математики лицея номер 7 города Таганрога. Полуфиналист телешоу «Классная тема». Уже традиционно учебная неделя в школах страны начинается с подъема российского флага и исполнения гимна. После линейки разговоры о важном. В этот понедельник классные часы посвятили России. С подъема флага в России, Ростово и области, а также исполнение гимна началась учебная неделя в юридической гимназии имени Спиранского. На торжественную линейку к школьникам приехала замминистра общего и профессионального образования Ростовской области. Я вам желаю этой недели хорошей, спокойной и обязательно с отметками позитивными и положительными, которые только могут быть. Ну что ж, с началом учебная неделя у вас. Торжественно начали учебную неделю даже дошкольники. Пяти- и шестилетние эрудиты девятой гимназии в форме юно-армейцев уже наизусть выучили гимн, знают куда и как выносить флаг. После разговоры о важном. Классные часы в этот понедельник посвятили большой теме «Наша страна Россия». В седьмом классе, например, вспоминали строки Марка Бернеса. А может она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Сегодня мы говорим о родине. На самом деле дети приветствуют такие темы, они активно участвуют в беседе. И стихотворение, которое они сегодня подготовили, на самом деле это было тоже интересно слушать. Нужно с детьми не только говорить о предметных областях, а нужно говорить именно о важном, то, что касается каждого человека, о его семье, о его учебном заведении, о городе, в котором он живет. Конечно же, о нашей стране, Великой России. Говорить о важном в ростовских школах будут и дальше. Классные часы в следующий понедельник посвятят Константину Циолковскому, ученому-самоучке, который по-философски подходил к проблемам освоения космоса. 17 сентября отметят 165 лет со дня его рождения. Татьяна Бочарова, Андрей Власов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Два детских сада Таганрога получат более 47 миллионов рублей. Такое распоряжение подписал губернатор Василий Голубев. Как сообщает сайт Донленд, деньги выделены из областного бюджета для оснащения мебелью, учебными пособиями, музыкальной аппаратурой и инструментами, бытовой техникой, сплит-системой, сценическими костюмами, спортивным оборудованием и инвентарем. Отмечается, что речь идет о двух дошкольных учреждениях по 220 мест, строящихся в микрорайоне Русское поле и по улице Адмирала Крюйса. Закончить строительные работы подрядчик планирует до конца этого года. В советском районе Ростова открылся детский сад. Рассчитан он на 140 мест. В новом дошкольном учреждении для малышей есть музыкальный зал, бассейн, художественная студия, спортивный зал с интерактивной стеной и мультстудия. Также ребята смогут заниматься поисково-экспериментальной деятельностью и шахматами. На оснащение современным оборудованием из областного и городского бюджетов выделили более 17 миллионов рублей. Детсад в Левенцовке стоимостью почти 240 миллионов рублей начали строить еще весной 20-го. И летом этого года было получено разрешение на его ввод в эксплуатацию. В новом микрорайоне это уже седьмое дошкольное учреждение. В микрорайоне Левенцовский была такая большая социальная нагрузка. Вы знаете, мы свои слова держим. Мы построили четыре детских сада. В этом году мы начали строить еще две новосовременные школы. Построили восемь автомобильных дорог. В этом году заканчиваем, сейчас мы монтируем поликлинику. Сегодня очень важно, мы вышли на такой уровень, когда мы параллельно с создачей жилья выходим на обеспечение социальными объектами. Радуются новому детсаду на 90 мест и жители хутора Апаринский усть Донецкого района. На реконструкцию здания, построенного в 1982 году, из бюджета области выделено более 137 миллионов рублей. Два года фактически не реконструировали, а строили, разобрав здание до фундамента. Мы сюда приезжали не один раз в ходе работы группы губернаторского контроля. Фактически были здесь, когда и крыши, и одного этажа не было. Строители свое слово сдержали. Детский сад построен в срок, с хорошим качеством. Ну а, конечно, как дальше будет плыть этот пароход, знает только капитан, и те матросы – это дети, которые плывут на этом корабле. На время реконструкции дошколятам приходилось сидеть дома или ездить в детский сад соседнего села. Сейчас в сказке, так называется этот детсад, 14 сотрудников, из них 7 педагогов. Кубок по благоустройству перешел в Усть-Донецкий и Константиновский район. На 10-м областном семинаре «Качество среды. Комплексный подход» подвели итоги работы по благоустройству районов. Мероприятие провел губернатор Ростовской области Василий Голубев. Сердце Усть-Донецка – сквер «Юность». Сейчас это уютное место для прогулок и встреч. Однако местные жители подчеркивают, что так было не всегда. Вы знаете, я всегда помнила это место, как темные аллеи, подозрительные компании. Как бы не место явно для прогулок было, а сейчас с удовольствием. Дети, взрослые каждый вечер. Огромный плюс – концертная сцена. То есть здесь, пожалуйста, проходят каждый вечер почти все лето мероприятия. И хореография, и флешмобы, и игры всякие. Ну, короче, место для развлечения. Мы чувствуем себя прям близкими к цивилизации. Сквер радует жителей не только сценой, но и амфитеатром, детскими и спортивными площадками, доступной зоной, вай-фай, озеленением и архитектурными сооружениями. Мы здесь вечерами, мы просто все лето проводим. Огромное вам спасибо. Формирование качественной среды в городах и селах занимает ведущую роль в регионе. За прошедшие годы Усть-Донецкие и Константиновские районы показали отличный результат в комплексном благоустройстве. Отреставрированы все мемориальные памятники Великой Отечественной войны, отремонтированы внутрипоселковые дороги и построены новые дома. И у нас во многих муниципалитетах такие места есть. Тоже примыкают к нашим рекам, водоемам, большим рекам и так далее. Это нужно использовать. Это места притяжения людей. Да если вы там ничего не сделаете, они туда все равно пойдут. Они любят эти места. Нужно это продолжать делать, искать новые интересные решения. И, конечно, изучать рынок сегодняшней продукции, и мафов, и других вещей, форм каких-то архитектурных, которые производятся в Ростовской области. За такую активную работу в улучшении территории районы получили кубок. Он ежегодно переходит из одних лидирующих городов в другие. Главная цель – показать, что благоустройство на местном уровне очень ценно. В рамках семинара выставка от предприятий области с предметами для благоустройства. Это экобоксы, уличное освещение, остановки, архитектурные статуи, примеры озеленения, а также детские площадки. Отметим, что в Ростовской области до конца года планируют благоустроить еще 131 общественную территорию и два объекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Владимир Корловский, Анастасия Изюминка, Дмитрий Дерещук, Дон-24, Усть-Донецкий, район. И к другим темам, но не менее знаковым. В мире музыки на Дону важное событие – международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Он продлился четыре дня. Артисты выступили в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге. Подробнее в нашем сюжете. Чайковский и Шостакович. Музыка великих композиторов льется легко и игриво. В Большом зале Ростовской государственной филармонии профессионалы своего дела. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета. Его мастерство по-настоящему завораживает, признаются гости фестиваля. Профессионализм, звучание, просто восторг, слов нету. Я здесь в гостях, я совершенно случайно по приглашению оказалась на этом вечере. Я из Сибири, поэтому я в восторге. Потрясающе. Живая музыка, восприятие, звучание. Хорошая акустика здесь у нас в филармонии. Уникальное событие и настоящий подарок для Донского региона от нашего земляка. Юрий Башмет – уроженец Ростова-на-Дону на базе Ростовской консерватории. Создан центр для одаренных юных музыкантов. Наши студенты, наши талантливые дети могут общаться с маэстро не только на мастер-классах, но еще и слушать его произведения и под его руководством их исполнять. Поэтому это, конечно же, необыкновенное событие в мире искусства Ростовской области. Сегодня Юрий Башмет известен как советский и российский альтист, дирижер, педагог, общественный деятель. В качестве солиста и дирижера он выступает с лучшими симфоническими оркестрами мира. Фестиваль на Донской земле будет проходить в девятый раз. Рад, что фестиваль, который уже 9 лет проходит, он совпал с прекрасным юбилеем области Ростовской. 85 лет. И в этом есть какой-то знак. Знаете, что вот в этом году такое совпадение. Фестиваль пройдет в трех городах – Ростове-на-Дону, Таганроге и Новочеркасске. Для каждого из городов подготовлена специальная программа. Анна Абросимова, Дон-24, Ростов-на-Дону. С Юрием Башметом лично встретилась и наша съемочная группа. О любви к Ростову, фестивале и, конечно, о творчестве с прославленным музыкантом говорила наш культурный обозреватель Наталья Тарасова. Юрий Абрамович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, Ростов очень ждет ваш фестиваль, потому что мы знаем, это будет что-то совершенно особенное, это всегда очень богатая программа, это всегда новые исполнители, это разные города, и прежде всего, это атмосфера любви и единения. Ростов гордится своим земляком, Юрием Башметом, выдающимся музыкантом. Но насколько ваша связь с Ростовом близка и крепка? Вы здесь родились, но прожили здесь первые пять лет своей жизни. Я не знаю, как это измерить, и на самом деле я очень рад, что фестиваль, который уже 9 лет проходит, он совпал с прекрасным юбилеем области Ростовской, 85 лет. И в этом есть какой-то знак. Вы знаете, что вот в этом году такое совпадение? Фестиваль вообще должен открывать какие-то новые произведения, новые имена, конечно. И я очень рад, что исполнилась мировая фигняра. Такая торжественная и неоднозначно просто торжественная. Такая красивая музыка, посвященная, собственно говоря, гибелию, области. Первый раз мы днем сыграли в театре. И это так понравилось всем, что мы решили и вечером сыграть, потому что мы не все же были в театре. И даже нам понравилось больше вечернее сплое. То есть мы как бы генеральную репетицию провели в театре. Ну и потом там состав интересный. Это Новая Россия, Новый оркестр. И местный оркестр. Потрясающее сочинение. Потрясающее сочинение. И я знаю, что вы специально заказали это произведение Кузьме Бодрову. Каким вы хотели видеть это сочинение? Какие вы ему пожелания высказывали? Ну, он понимал, что это праздник, что это должно быть торжественно. Это юбилей. А дальше, конечно, не мог вмешиваться. Автор должен быть свободным. Он получает идею, а дальше пусть творит. Но мы с ним очень много вместе делаем уже много лет, поэтому я ему доверяю очень. Много-много. Да даже вчера в Москве была тоже мировая премьера для альта и хора. И его же. А так у нас спектакли. С того уже было спектаклей за 7 лет. Не покидай свою планету. Это с Хабенским. Маленький принц. Но там музыка Бодрова. Тоже Бодрова. Потом снова есть спектакль с гармошом. Это кроткая. Совсем другая музыка. Опять Бодрова. Потрясающе. И концерт он дает, и так для меня это само. В общем, часто мы сотрудничаем. Но замечательно, что он приехал сам. Он очень занятый. Он преподает в консерватории в Москве. Он заведующий кафедрой композиции в Несенском институте. И много сочиняем. Очень интересно. Есть красивые произведения. Это, конечно, короткая вещь. Но она, по-моему, так попадает в цель. Это правда. Пять лет исполняется в этом году Международная струнная академия Юрия Башмета. Помимо выступлений вы находите время для того, чтобы прийти в консерваторию? Не всегда. Не всегда. Скорее мне получается прийти на... Ну, вообще, один день. Я успеваю. Я приезжаю в консерваторию. И там два-три человека поиграют. Но много людей играли. Мы говорим о музыке. Показывали, как это сделать и так далее. Академия не в том, чтобы я везде был. У меня не одна академия в стране. Но чтобы мои единомышленники и музыканты приезжали на протяжении всего сезона. И, главное, обмен с педагогами. Это хорошо и для тех, кто приезжает, и для педагогов, и для учеников, и для их родителей. Ученик. Хорошее дело. И это поддержано, кстати, Грандом, президентом у нас. Поэтому я все же для себя уверен. И уже есть результат. Благодаря этим академиям живет всероссийский юморшеский аркестник, в который по конкурсу попадают молодые музыканты. И вот последнее, что мы большое сделали с ними, это в Петербурге, Ленинградской блокадной симфонии. Ну, это транслировалось по всей стране. Это вот с этим адресом. То есть это лучшие силы молодежи. Там есть и из Анадыря, и из Ярославля. Кстати, Володя, как вы, Ростовчанин, у нас там ротация, поэтому он больше не играет. Но он в первой и второй сессии был в концертмейстерской группе. Прекрасно скрипает. Сейчас он солист филармонии, преподает в Ростове. Ну, вообще, вы знаете, что я здесь родился, поэтому для меня это очень важно. И это естественно. Если уж фестиваль, то он прежде всего должен быть в Ростове. Юрий Абрамович, я благодарю вас. Спасибо большое. Спасибо. Восьмой раз Ростовская область принимает участие во Всероссийском хоровом фестивале. На региональном этапе конкурса свое творчество представило 11 любительских и профессиональных коллективов из Ростова, Волгодонска, Таганрога, Азова, Зверева и Шахт. В этом году фестиваль посвящен 85-летию области и Году культурного наследия народов России. Смотрите трансляцию завтра на Дон-24 в 10.30 утра. Таганрогский хор ветеранов уже второй раз участвует в конкурсной программе. Любительский коллектив пять лет назад вышел в окружной этап Всероссийского хорового фестиваля. На подмогу дебютанты. Еще одни любители из Таганрога – хор-группа «Забава», где поет рабочая молодежь и студенты музыкального колледжа. Второй раз принимают участие и народный хор из «Зверева» «Девишник». Подготовили три песни в казачьем стиле – плясовую, лирическую и авторскую. Гуляйте, братья, грани, Горячей ваника снисайте, Оставьтесь, что-то поддайте. Гуляйте, братья, грани, Гуляйте, братья, грани. Душа поет. У нас, именно в нашем репертарии, мы тоже стараемся держать исполнение, без музыки, Акапельно работаем. Нам, конечно, не все удается, но мы стараемся. Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля в этом году посвящен 85-летию Ростовской области и Году культурного наследия народов России. Лучший коллектив представит Дон уже в окружном этапе конкурса. За это звание борются сразу 11 областных ансамблей. Это самые талантливые наши хоровые коллективы Донской земли из Шахт, Волгодонска, из Таганрога, города Ростова-на-Дону, Азова, ну и многие другие. В целом, это Всероссийский фестиваль, который проходит уже в восьмой раз на Донской земле. А наш региональный этап проходит при поддержке правительства Ростовской области. ПЕСНЯ Оксана Мельничук, Алексей Власов, Дон-24, Ростов-на-Дону. И к новостям Донского спорта. Главное противостояние дня ФК Ростов-Крылья Советов. Смотрите трансляцию матча сразу после нашей программы на Дон-24. Ну а пока вспомним, как проходили прошлые встречи Ростова в дайджесте спортивных новостей. В девятом туре футбольной премьер-лиги Ростов и Спартак подарили болельщикам зрелищное противостояние. Игра прошла 11 сентября на Ростов-арене. Счет открыли москвичи. Сделал это Квинси Промес после навеса в штрафную. На исходе 30 минут Дмитрий Полос отправил мяч в сетку обводящим ударом и сравнял счет. А на 34-й минуте отличился Данил Уткин, точно пробив из-за пределов штрафной площадки. На старте второго тайма гол забил Николай Комличенко с передачи Уткина после ошибки спартаковских защитников. На 70-й минуте Дмитрий Полос реализовал пенальти, оформив дубль. Спустя 5 минут красно-белые сократили отставание в счете, но на этом лимит на голы был исчерпан. Итог встречи 4-2 в пользу нашей команды. Ростов набрал 19 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. В 10-м туре сегодня принимаем дома крылья советов. А в матче второго тура Кубка России Ростов обыграл Оренбург. Встреча прошла на Ростов-арене в среду. Все голы были забиты во втором тайме, как и в первом кубковом матче против Динамо. Дублем отметился Егор Галенков. До предпоследней минуты основного времени Оренбуржцы забили гол, однако уже в компенсированное время Кирилл Щетинин установил итоговый счет на табло. 3-1. После этой игры ростовчане лидируют в группе С. Также на сайте Российского футбольного союза опубликовали окончательный состав национальной команды на сентябрьские сборы и товарищеский матч с Киргизией. В сборную вошли 5 игроков желто-синих. Максим Осипенко, Данил Глебов, Данил Уткин, Александр Сирьянов и Николай Комличенко. Вы смотрели программу «85 минут» на телеканале «Дон-24». Посмотреть это и другие программы нашего телеканала можно на сайте don24.ru и в наших социальных сетях. В студии была Анастасия Челокьян. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова